30 декабря на дворе, наконец-то выпал снег. Друзья, конец года уже совсем близок. В этом ролике мы с вами друг друга поздравим с Новым Годом, подведем итоги того, что мы наснимали за весь год. Ну и конечно же я пробегусь по ряду тем, и самое главное из которых, нас на канале стало больше 200 тысяч человек, более 200 тысяч акционеров. Именно так я называю всех тех, кто подписывается на канал. Присаживайтесь поудобнее, я не буду размазать кашу по тарелке. Коротко, по делу, по всем важным темам. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Как вы видите, я уже нахожусь в области. Приехал я сегодня для чего пожарить шашлычки и отметить Новый Год. Но первое, о чем я хочу поговорить, это то, чем этот год закончили. Это тема скидок. Мы наснимали очень много сюжета в этом году про скидки. Как купить машину, как обманывать с кредитом, как правильно покупать автомобиль от и до. И казалось бы, я показывал все эти покупки, вот действительно от и до. Но все равно находятся люди, которые говорят, скидки не настоящие. Появляются различным родом статьи, где пишут, Машков наснимал ролики исключительно для Ютуба, для какого-то хайпа. Таких скидок не существует. При этом я вам хочу сказать одно, что все, что я вам показываю, это чистая правда. Нет ни одной фейковой покупки, нет ни одной фейковой машины. Что такое фейковая машина? Вот недавно, пожалуйста, появилась статья, где он покупает машины, скорее всего, а не фейковые. Люди даже не знают, скорее всего, или все-таки они фейковые. Желание позвонить мне, у меня есть телефон в открытом доступе, пожалуйста, звоните. Я вас возьму на любую сделку, за руку, вот так вот со мной, вот договор, вот машина, вот покупатель, проведу. Не соизволят. Но тем не менее, в комментариях постоянно пишут о том, что это все неправда. Я заходил в салон, меня послали нафиг, таких скидок не бывает. Все это бывает. Но хочу подвести следующий итог. В следующем году подобные сюжеты будут выходить раз в месяц. Почему? Я в течение месяца буду собирать только полезную информацию, свежую информацию, новую информацию. И раз в месяц будет выходить бомбовый выпуск, в который будет наполнен просто скидками полезной информацией. Я думаю, это будет круче, нежели чем, как сейчас, каждую неделю новый ролик. Ну, честно говоря, и вам это надоедает, и мне это надоедает, потому что одно и то же получается. Хочется же делать что-то новенькое, чтобы, так сказать, не засиживаться на месте. Сюда же я хочу добавить. В некоторых комментариях вот у себя, да, я видел то, что люди пишут. Я позвонил Машкову, он мне грубо ответил. Друзья, в день приходит примерно 30 звонков. Если я с каждым человеком буду общаться по 10 минут, ну, на деле так вот и обсуждается. Одна там машина, даже любой вопрос, ну, 10 минут поболтать я и сам-то люблю. И люди тоже там с удовольствием и расскажут про себя, и еще что-то. Есть два варианта. Первый, это либо тратить 5 часов в день на звонки, каждый день, на что я не готов. Либо же просто вообще не отвечать на звонки, либо же выбрать вариант номер 3, 1-2 минутный разговор. Соответственно, все те, кто мне звонят, я, естественно, не отвечаю там, алло, да, привет, это я, Димон, все из роликов. Я отвечаю в жизни монотонно, алло, да, покупаем, можем помочь, не можем. Сколько это будет стоить? Некоторых людей это обижает, говорят, что он меня нахамил. Парни, давайте я не буду повторять больше одно и то же. Все это делается вами, исключительно все ваши звонки мне, ради своей личной выгоды. Поэтому, когда вы звоните, вы там жалуетесь о том, что вам не так ответили, но это не совсем правильно с вашей стороны. Я ни разу никому не нагрубил, не нахамил, уж тем более никуда никого никогда не посылал. Я все делаю честно и порядочно. Таким образом, хочу здесь подвести некую черту. Скидки есть, все ролики, которые есть на канале, вы можете их пересмотреть за новогодние праздники и сами покупать машину. Мне очень приятно, когда вы пишете, Димон, купил сам, помогло, хотели обмануть, по роликам прошелся, посмотрел, все по-честному. Ну а кто не хочет покупать сам, кто хочет сказать, на, блондин, занимайся, пожалуйста, оплачивайте, будем работать, будем искать вам новые автомобили в следующем году. Второе. Что будет с обзорами на автомобили в следующем году? Почему я снимаю новые тачки? Почему я не снимаю старые машины? Давайте об этом по порядку. Ну, в первую очередь, в следующем году я хочу поснимать обзоры на примере с Audi A6, как это было сделано с ней. Там была добавлена нотка из истории, там были выезды на трассу, за город, по городу, то есть он получается такой более насыщенный. Я буду стараться собирать больше информации, находить какие-то уникальные предложения от компании, так, например, у Audi A6 это было с полным приводом, ну и так далее. В целом по машинам проходится, чтобы ты включил 20-25 минут, но не типичный обзор, не из серии того, что вот машина, вот колеса, вот подвеска. Стараться делать уклон на то, о чем в основном не говорят. При этом буду рассказывать про содержание, то есть уже идея в голове есть. Ближайшие ролики новых автомобилей с пробегом автомобилей будем стараться делать по такому же примеру. Ты когда снимаешь новую машину, всегда, ну вот что про нее можешь сказать? Ну новая тачка, там 3-5 лет она у тебя поедет, опять же, в зависимости от пробега, в зависимости от того, как ты ее будешь эксплуатировать. Через 5 лет, ну а что вы хотели? Она же машина, это же как бы не камень, она ездит, ее нужно обслуживать через 10 лет. Да что про нее говорить, это уже ведро, корыто и так далее. Соответственно, здесь тема вторичек очень сложная. Мы снимали недавно Elantra по обзору, по отзывам, ну не так это интересно. Вот та же самая A6, новая машина, да она дороже в 4-5 раз, но все равно как-то новые тачки, они поинтереснее. Там хотя бы есть на что посмотреть, технологии. А так, бушку будем продолжать снимать, поэтому пишите, вот почта электронная есть, интересные автомобили с историей. Не так, что там ты приехал, ну да, вот я его взял, да все классно, не ломается. Круто, когда ты приехал, у тебя есть машина, ты знаешь там первого владельца, второго, если ты не единственный владелец. Чтобы ты знал, что с машиной делать, как она эксплуатировалась, чтобы можно было рассказать людям и по этому обзору сделать выводы в целом за автомобиль. Вот это, я думаю, будет интереснее и полезнее. В любом случае, в 2020 году будем стараться эту тему модернизировать и поднимать ее на новый уровень, более полезный. Третья тема. Тема, связанная с путешествиями, да и вообще на разные темы. Мы всегда снимали, как вы помните, это недвижимость, это обзор новых машин, вторичка, сюжетные ролики. Я все это буду делать и сейчас я это хочу затронуть. Вот смотрите, за последний год мы ровным счетом ни разу не сняли ролик про путешествия, потому что последний раз мы путешествовали, ну, условно, в январе прошлого года. Как это исправить? Вот смотрите, можно сделать два легких способа. Первый это слетать куда-то, отдать денег и все. А можно попробовать снять сюжеты серии, когда ты полетел куда-то отдыхать, но на бюджетной основе. То есть я всегда думал тоже, смотрите, народу нас полно, в стране тяжело, но вот так отдохнуть кто-то бы с удовольствием хотел бы. Мы летали, например, в Испанию за 32 тысячи рублей на двоих, на 4 дня, хороший отель с видом на море, ну, вот все включено. В Чехию мы летали за 22 тысячи рублей, тоже недорого, на 4 дня в центре вообще жили. Сейчас я хочу подыскать какой-нибудь похожий тур, а может быть даже и два, чтобы можно было слетать. Вот напишите в комментариях, куда бы вы посоветовали отправить меня, там, в январе, феврале месяца, чтобы это было актуально и интересно. Это касаемо путешествий. В любом случае, тема интересная, нужно ее продолжать развивать. Как говорится, было бы время, были бы деньги, ну, а снять сюжет, это мы всегда запросто. Четвертое, это те самые сюжетные ролики и мини-документальные фильмы. Это моя огромная мечта, огромное желание поснимать как раз-таки какие-нибудь документалочки. И одну из них я уже начал снимать, то есть она выйдет на этих январских праздниках. Обязательно зайдите посмотреть, там будет такой мини-фильм документальный, про какую тему я вам пока что-то говорить не буду. Но зайдите, посмотрите, в любом случае хотя бы полистайте, что ли там скажете, по качеству съемки, по звуку, по самой тематике. Это будет такой уже более взрослый, интересный фильмец минут на 25-30. И подобные сюжеты в этом году, в 2020-м, я буду стараться воплощать чаще, чтобы хотя бы раз в месяц что-то подобное выходило. Потому что на сегодняшний день заходишь на YouTube, понимаете, ну мало чего посмотреть. Вот я хочу попробовать в 2020-м году свои сюжеты поднять на новый уровень, чтобы эти ролики выходили чаще, интереснее и на разные темы. Тем самым и вам будет приятно. Пришел вечером, там с работы устал, что глянуть, опа, Машков, красава, лайк или дизлайк. Тут уже оценка будет зависеть только от вас. Пятое. Как вообще пришла идея снимать ролики для YouTube? На самом деле очень частый такой вопрос, хотя я на него периодически в подобных сюжетах отвечаю. Но давайте я вам напомню. Вообще изначально я снимать начал еще в школьные годы. У меня была камера, кассетная. Я снимал наши выезды по брейк-дансу. Тогда я занимался брейк-дансом, мы танцевали. Я снимал различного рода клипы, наши поездки. Даже тогда уже это можно было называть мини-блогами, как мы приехали в какую-нибудь гостиницу, заселяемся. В общем, это все было круто. Мне это дико нравилось. И процесс съемки, и процесс монтажа. Но тогда был один минус. Отсутствовал нормальный интернет. То есть не было социальных сетей. Ты снял, посмотрел сам, кому-то из друзей принес на диске, показал. Все. На этом распространение видеоролика закончилось. Когда я поступил в университет, в 2010 году я начал замечать на YouTube, тогда еще ВКонтакте, я начал замечать появление различных обзорщиков. Это был Валентин Петухов, ныне известный как Вилсиком, Илюха Зверье. Да и вообще в целом было очень много ребят, которые снимали обзоры приложений на iPad. Они это делали с телефона, просто рассказывали, какое приложение себя что представляет. И знаете что? Мне было дико интересно. Я прям смотрел на это с огромным удовольствием. В 2015 году я купил себе камеру GoPro. Это просто произошло в один день, потому что я думаю, ну все, вот надо с чего-то начинать, нужно купить камеру. Я купил ее, и с этой камеры я как дурак бегал по улице, просто не знал, чего снять. В марте 2015 года я покупаю себе Mazda 6, и в один прекрасный день сижу в машине, и понимаю, что там одна была функция по настройке автомобиля. Я думаю, о, вот это вот можно было бы снять и выложить на YouTube. Я подснял, выложил, захожу через неделю, вижу 3000 просмотров, вижу какие-то комментарии посыпались. О, полезно, спасибо. Сам не знал, как настроить. Я думаю, блин, а тачка-то у меня относительно новая, то есть про нее можно попробовать поснимать. И я начал снимать про нее сюжеты, так и появились дневники Mazda 6. И, собственно, так все и зародилось. Потихонечку начали снимать, в силу того, что просмотры начали расти, начала расти аудитория на канале, и вы, в первую очередь, поддерживали именно полезными советами, добрыми комментариями. Мне стало интересно, я понял, что все, останавливаться не будем, будем продолжать. Вот сегодня один из частых вопросов, на какую технику ты снимаешь, что нужно для того, чтобы начать вести канал. Давайте мы сейчас переместимся ко мне в комнату, и я вам быстренько пробегусь по нашей аппаратуре, расскажу, что, сколько стоит. Раз, и мы уже в комнате. Друзья, я вам здесь хочу, на самом деле, сделать такой мини-обзор нашего оборудования, из чего мы начинали. Ну, в первую очередь, это вот та самая камера GoPro Hero 4, которую я купил, если не ошибаюсь, за 30 тысяч рублей. Поначалу мы снимали на нее. У меня к ней есть дополнительный микрофон, он стоит буквально 2-3 тысячи рублей. Петличный, но он проводной. Для того, чтобы здесь стала крутая картинка, нужно было купить вот такой трехосевой стабилизатор. Он стоил 20 тысяч рублей, и в один прекрасный момент мы долго думали с оператором, сидели, послужили, надо нам его покупать, но казалось, 20 тысяч рублей дорого. Я думаю, блин, ну вроде как снимаем. В итоге купили первые ролики, которые были сняты в паре со стабилизатором. Многие из вас написали то, что вообще качество пушка, потому что картинка стала совсем другой. Далее, на сегодняшний день мы также используем GoPro, я ее купил за те же самые, ну сейчас 25 тысяч рублей. Чтобы мне было удобнее, я буду использовать Е-каталог. Я оставлю в описании ссылки на него, вы сможете зайти и весь список оборудований, которые я сегодня назову. Ну из того, что сегодня есть в открытой продаже, вы сможете посмотреть, сколько это стоит, какие у этого характеристики. GoPro 7 снимает отлично, 4К, это та самая камера, на которую я снимаю различного рода сюжеты, когда мы ездим по скидке. В общем, когда я снимаю один, вот это она, отличный вариант, без трехосевого стабилизатора, потому что здесь уже идет хорошая стабилизация. Звук мы пишем на микрофоны Sennheiser, вот вы не поверите, вот как вы думаете, сколько стоят микрофоны? Микрофоны стоят изначально, вот эти вот, оригинал 45 тысяч рублей. Ну самая низкая цена, по которой удалось мне найти, это 41 тысяча, я приехал, торговался, ну просто сам факт того, что микрофоны стоят 41 тысячу. Вот эта петличка, на которую мы сейчас пишем, отдельно стоит 9 тысяч рублей. То есть цены, чтобы вы понимали, просто-напросто ого-го. Это раз. Идем дальше. Квадрокоптер. Вообще, это лучшая покупка, которая у меня была. Я всегда мечтал себе купить квадрокоптер. Коптер, они стоят в основном 100-150 тысяч рублей, такие продвинутые версии. Вот этот на сегодняшний день стоит сотку. Я его купил за 85 тысяч, вот через тот же самый e-каталог. К нему я дополнительно купил один аккумулятор сейчас. Этот аккумулятор тоже, казалось бы, одна батарейка, он может летать на ней 30 минут, 11 тысяч рублей. То есть это все стоит недешево. Но коптер, тема крутая, тоже пишет 4К. Мы сейчас вообще все ролики, которые пишем, исключительно в 4К. Дополнительные всякие аксессуары. Присоски, накамерный свет. Вот, казалось бы, все это по отдельности стоит не так дорого. Но в круг это все набегает на солидные деньги. Далее. У нас сегодня есть вот такая картина. Это, я бы сказал, моя прелесть. Это моя основная камера, с которой мы снимаем все ролики. То есть, что у нас здесь идет? Ну, в первую очередь, у нас идет Sony Alpha 6500. И объектив широкоугольный SL1018. Сама по себе тушка стоит 100 тысяч рублей. И объектив стоит 60 тысяч рублей. Подчеркиваю, это все на момент покупки. На сегодняшний день стоит дешевле. За эту камеру, я, естественно, говорю до сих пор огромное спасибо компании Автокод. Они были спонсором и подарили мне эту камеру. Идет дальше трехосевой стабилизатор, уже более продвинутый. Это Zhiyun Crane. Он стоит 32 тысячи рублей. И вот такие хваты для крепления. Это для того, чтобы картинка была еще плавнее. То есть, в некоторый момент тут можно камеру переворачивать. И то есть, делать различного рода проводки, подсъемы. В общем, ты получаешь от этого удовольствие. Вот эти палки стоят 4 тысячи рублей. Вот такой комплект. Да, он громоздкий, он тяжелый. Но, тем не менее, когда ты снимаешь, уровень совсем другой. Ну, и все это дело нужно монтировать. Для монтажа я использую компьютеры Mac. Почему не Windows? Ну, во-первых, раньше у меня были Windows. Я намучился от эти постоянные вирусы. Что-то тормозит. Ты вылазишь в интернет. В общем, мне в целом не нравится. Как-то раз я купился сначала MacBook Air. Вот специально для того, чтобы монтировать ролики. Понравилось. Сейчас я купил себе уже второй компьютер. Но это вот год назад я покупал это MacBook Pro на 13 дюймов. Мне хватает. Вполне достойное устройство. Куда бы ты ни приехал, сел спокойно. Ролик на нем можешь смонтировать. В дальнейшем, конечно, я мечтаю себе купить iMac 27 дюймов. Чтобы вообще садиться. И прям вау монтируешь. В общем, все, что я вам перечислил. Все, что у меня есть. Вот по деньгам это превышает отметку в 500 тысяч рублей. Потому что все это дорого. Компутер 120 тысяч рублей. Предыдущий компьютер 160 тысяч рублей. Но на самом деле, для того, чтобы начать, достаточно иметь вот такой наборчик. Камера. Сюда ставится на нее микрофон беспроводной. Все, вы можете снимать и уже у вас будет достойный уровень съемки и картинки. В общем, ссылки на подборку той аппаратуры, которой я пользуюсь, я оставлю в описании. Они будут через e-каталог. Для чего я это делаю? Исключительно для вашего удобства. Друзья, e-каталог не призывает вас что-то купить. Удобный каталог, через который вы можете находить товары по наиболее привлекательным ценам. Все, что вам нужно, вы заходите в поисковой строке, пишите интересующие вас устройства. Пусть это будет, допустим, GoPro 7 или уже вышла 8. И смотрите, в каком магазине наиболее привлекательное ценам. Отлично, также вы можете почитать отзывы, оформить заказ. Все. Вот в этом плане e-каталог удобен. Еще он удобен тем, что можно сделать список желаний. Это тот самый список, который вы дополняете. Некий набор, компьютер, микрофоны, еще что-то. Собираете список. И потом лишь по нему идете, подкопил, купил, вычеркнул, подкопил, купил, вычеркнул. В целом о канале. Я на самом деле на сегодняшний день просто-напросто счастливый человек. Вот у меня есть все. У меня есть родители, у меня есть семья, у меня есть жена, которая является по совместительству моим же оператором. Это вот вся наша команда. Я и она. Мы снимаем вдвоем. Она помогает снимать. Я же монтирую. То есть развивать штат, знаете, серии, братья, еще кого-то. Мне не нужно, потому что я занимаюсь любимым делом. Мне не нужен монтажер, потому что я люблю монтировать. Мне не нужен сценарист, потому что я сам люблю все придумывать. То есть я получаю действительно удовольствие. Кто бы что ни говорил, что все это ради бабок. Бабки это круто, это второстепенно. И вы не поверите. Я просто последний год, а то и даже два, не могу сам поверить в то, что я занимаюсь любимым делом, и оно еще приносит мне денег. Соответственно, помните эти поговорки? Найди любимое занятие, и тебе не придется просыпаться на работу. Потому что все, что ты делаешь, это будет хобби, которое приносит бабки. Вот, отлично. И в первую очередь за это я хочу сказать большое спасибо вам. Потому что все это благодаря вам, зрителям. Вы смотрите, вы пишете комментарии, вы ставите лайки, вы ставите дизлайки. Вот вся активность, благодаря вам, не было бы вас, не было бы канала. Друзья, вот просто вот сердечно, вот честное слово, поздравляю вас и с наступающим Новым Годом. И большое спасибо, что вы подписываетесь на канал, даете ваши дельные советы. Любой комментарий, даже негативный, как правило, всегда хоть чуть-чуть полезной информации для меня, но несет. Таким образом, наш с вами канал продолжает развиваться. У нас также развивается и инстаграм-канал, куда я всегда делаю только свежие публикации с новостями. Что происходит, что можно купить. В общем, туда обязательно подписывайтесь, там только полезная информация. Друзья, я вас всех поздравляю с наступающим 2020 годом, желаю вам счастья, здоровья, счастья, здоровья, чего еще, счастья, здоровьица. В общем, самое главное, чтобы у вас была цель и вы потихонечку к ней шли всеми возможными способами. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваши комментарии под этим видеороликом. В 2020 году я буду стараться поднять информативность и качество съемки еще на новый уровень, чтобы нам с вами было интереснее смотреть ролики и продолжать развиваться. До новых встреч в 2020 году, всем пока-пока!